Девушки отдыхают Это возмутительно и непростительно Цэнь Гу Цэнь Гу Цэнь Гу Учитель Что-то не так? Бессмертная Дзэссёнь что-то сказала? Нет, высокая бессмертная мне ничего не сказала Учитель Похоже, мне нехорошо Голова болит Тогда иди и отдохни Хорошо Неужели её слова правда? Я правда в него влюбилась? Я ошибаюсь? Цэнь Гу Цэнь Гу Учитель Эй, что ты там делаешь? Это же опасно Вино избавляющее от тревог Вино избавляющее от тревог Оно правда помогает забыть всей печали Вот почему его все так любят и много пьют Глупая девчонка, не умеешь пить, так зачем напиваться? Давай помогу тебе Слезай Помедленнее Учитель Учитель? Твой учитель пьёт вместе с главами других кланов Цэнь Гу Цэнь Гу Ты в порядке? Цэнь Гу Она сказала, что я влюбилась в тебя Я думаю, она права Цэнь Гу И если это неправильно Что ж, давай будем неправы оба Мне это не снится? Даже в своих мечтах Я не представлял, что такой день наступит Она пьяна Я отведу её отдыхать Пообщайтесь с другими гостями Да Учитель Учитель Цэнь Гу Ты не в себе Поговорим, как протрезвеешь Учитель Учитель, не злись на меня Учитель Я знаю, я не должна была говорить эти слова Но я не специально Какие слова? Учитель Пожалуйста, не злись на меня А если А если ты разозлишься Потом не забудь простить меня Какие слова, Цэнь Гу? Цэнь Гу Наставник Господин Донфон Вы хотите что-то мне сказать? Ты пришёл к Цэнь Гу? Завтра я покидаю Тайба и хотел попрощаться с ней Цэнь Гу спит Можешь сказать мне, если это что-то важное Хорошо Тогда не буду ей мешать Благодаря твоему плану У нас получилось избежать множества жертв Благодарю, благородный наставник Цэнь Лан ещё слишком молод и беззаботен Он ещё не готов к тому, чтобы служить людям Твоя помощь – большая удача для Империи Шу Я сделаю всё возможное Но Цветочек на этот раз действительно серьёзно пострадал И я хотел бы попросить вас позаботиться о ней Конечно, я позабочусь о своей ученице Девушки отдыхают Если я не ошибаюсь Тебя зовут Ни Ман Тянь? Это ты осмелилась выставить Хуа Цинь Гу против меня? А затем на глазах Всех и Бай Зе Хуа я была посрамлена Ты пришла сюда умереть? Думаешь, если ты ученица из Вечного Служения И наследница клана Пей Лай, я тебя не трону? Хочешь что-то сказать? Хорошо Я позволю тебе перед смертью произнести последнюю речь Я ненавижу Хуа Цинь Гу До смерти её ненавижу Если бы не она, я бы стала ученицей благородного наставника Я спровоцировала её, потому что хотела, чтобы она опозорилась перед всеми Но я бы никогда не подумала, что вы проиграете Я в вас так разочарована А ты достаточно дерзкая малютка Всегда была такая Вы проиграли Хуа Цинь Гу, а убить решили меня? Ну ладно Вперёд Так у Хуа Цинь Гу станет на одного врага меньше Облегчите ей жизнь Пусть жизнь Хуа Цинь Гу ничего не стоит Но она ученица Бай Цзэ Хуа Между мной и благородным наставником Есть всё же кодекс поведения Но... Но хотя убить я не могу её Оставаться рядом с ним я ей не позволю Если и правда её ненавидишь Тогда приглядывай за ней для меня Когда найдёшь её слабое место Немедленно сообщи мне Хорошо 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 Моя голова! Учитель, почему мы на корабле? Где все? Ты была слишком пьяна трое суток. Рассчитываешь со всеми по воздуху переправляться? Учитель, мне только что приснился сон. Что за сон? Вообще, за три дня мне приснилось три сна. В первом сне я стала маленьким камушком. Мне было скучно изо дня в день лежать под большим деревом, а рядом со мной было много цветов, растений, деревьев и друзей. Но я не была счастлива. Я завидовала птицам, у которых есть крылья, которые могут парить в небесах и видеть гораздо больше. А потом, в своем втором сне, я стала маленькой птичкой. Но я не ожидала, что, став ею, я все еще буду несчастлива. Потому что теперь мне хотелось подняться еще выше. Так что каждый день я смотрела с завистью на солнце. И в конце концов, в своем третьем сне, я стала солнцем. Светилась небес на землю. Но я не ожидала, что это будет грустнее всего. Потому что, хотя я выше всех на небесах, я нахожусь там в полном одиночестве. Совсем-совсем одна. Сердце мое было разбито, я сожалела о прошлом. Если честно, я мечтала снова стать маленьким камушком. И что случилось потом? На этом сон закончился. Я увидела только три сна, так что я не стала снова камушком. А осталась солнцем в небесах. Но теперь я понимаю. Пусть я была на небесах совсем одна, Я могла видеть всех и согревать всех своим теплом. Мне открывалась земля во всей своей красе. Так что я все равно была очень счастлива. Три жизни в одном сне. Последствия от вина избавляющего от ревог. Сеньго, ты знаешь, что значат эти сны? Учитель, я знаю. В конце мне досталось самое лучшее. Не нужно переживать о прошлом. Пока ты на правильном пути, Пока ты верен себе, Ты счастлив. На жизненном пути каждого человека Встретится много препятствий. В то же время будут озарять мечты. Кто-то выбирает тихую, беззаботную жизнь. Другие стремятся познать необъятный мир. Запомни мои слова. Какими бы обманчивыми не были мечты, Какими пугающими не казались препятствия, Ты должна сохранять сердце твердым, как скала. Будь каменной стеной и монолитной опорой. Понимаешь? Учитель, У меня лишь одна мечта. Прожить свою жизнь Камушком в твоем кармане. Прожить свою жизнь Светочка Ну это и пьянёшка Я вообще-то приходил Субтитры подогнал «Симон» 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 Сяньгу Ты запомнила? Эта техника называется «Зеркальные цветы», «Луна, отражённая в воде», «Рука без меча пустая», «Сердце без меча в нём пусто», «Но сплошная пустота ведёт к совершенной свободе» Сяньгу, давай начнём Учитель, смотри! Звездопад! Хотела бы я, чтобы мы с учителем наблюдали падающие звезды каждую ночь Разве из чертога звезды не видны? Это не одно и то же А кстати, учитель, когда я смогу, как брат Ши, взять себе ученика? Зачем тебе ученик? Чертог без участия слишком большой и пустой для нас двоих Будь у меня ученик, мы могли бы веселиться вместе, а потом бы я его гоняла Учитель, я такая миленькая и послушная Будь у меня ученик, так весело было бы Положить туда Это тоже, давайте Генерал, лезь здесь! Это поможет Сяньгу восполнить потерю крови Ваше Величество Поднимись Ваше Величество, вы вернулись? Генерал, ты как раз вовремя Я выбрал несколько снадобий для того, чтобы Сяньгу поскорее восстановила здоровье Отправь это как можно скорее Я займусь этим позже, Ваше Величество Есть кое-что важное, о чём мне надо доложить Что-то важное, да Что такое? Пока вы отсутствовали Глава ведомства Хроник Империи и помощник главного казначея породнились Они упразднили три государственные должности А ещё Ладно, ладно Ля Син Йень, ты вояка Днём скачешь на коне, машешь, мечом ночью пьёшь Зачем ты забиваешь голову этой политикой? Ваше Величество, я вот тоже так думал Но раз уж я согласился на эту ответственную задачу, которую передо мной поставил учёный советник Учёный советник? Хорошо Больше, чтобы я от тебя таких слов не слышал Что? А, кстати, генерал Ле Вот ты не был со мной на горе Тайбай А на нас напали демоны Ордена Семи Убийств Это была важная битва Хотя я им там особенно не пригодился Но вот Сянь Гу из-за меня была очень тяжело ранена Если я не стану сильнее, как я вообще смогу ей на глаза снова показаться? Ваше Величество Разве вам не нужно всякие разные указы издавать и всё такое? У нас же есть учёный советник и князь Мин Ты сначала выполни моё поручение, а об остальном ещё успеем поговорить, хорошо? Я Ладно Хорошо, хорошо Благородный наставник Цянь Гу? Цянь Гу, как твоя рана? Спасибо за участие, старший брат Мне стало намного лучше Правда? А ведь ты была в тяжёлом состоянии и так быстро восстановилась? Я даже тренироваться уже начала Старший брат Ши, как дела у Танбао? Я переживаю, как она там справляется Не волнуйся, она в порядке Как хорошо Да В этой битве за Тайбэй нам удалось выстоять Благодаря всем вам Однако я считаю, что на этом орден не остановится Все должны быть готовы Победив единожды, не стоит недооценивать врага Да? Да Борьба со злом долг последователей клана Извечного Служения Ваше поколение во многом превзошло предыдущее Но не стоит этим гордиться После возвращения вы должны продолжить обучение Особенно стоит отметить Хуа Цянь Гу Она не пожалела сил в этой борьбе и задержала врага Вы все должны взять с неё пример Да Кроме того, ваша группа покидала гору клана В целях безопасности вам снова нужно пройти пруд трёх перерождений Да Попытайся очистить своё разум и сердце Расслабься Расслабься Ты можешь встать? Могу Ты в порядке? Шуофен Монтянь Войдите в воду Монтянь 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Куа Цяньгу? Твоя очередь. Все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как ты посмела влюбиться в своего учителя? Это возмутительно и непростительно! Нет, это неправда. Я не влюблялась в учителя. И воды из чертога без участия это докажут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бессмертная Цзэсюнь? Она специально пришла. Хочет меня проверить? Но я никого не люблю. И я докажу ей это. Что это такое? Так больно? В прошлый раз такого не было. Нет. Это невозможно. Неужели я правда что-то чувствую к учителю? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цзэньго, ты как? Цзэньго? Старший брат Ши, я в порядке, не волнуйтесь. Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоило вам ненадолго спуститься в человеческий мир. Он окончательно ослепил вас? Вы что, позволили чувствам взять верх? Вы каждый день стремитесь к бессмертию. И чего вы достигли? Если завтра вы в одиночку столкнетесь с орденом, достаточно будет лишь потолкнуть вас, и вы станете отступниками! И последуете за Шар Саньмо! Каждый из вас будет наказан. Хоси, будешь помогать по хозяйству? По два часа в день. Да. Утиньло. Четыре часа в день работы на кухне. Саньшуй, по два часа в день будешь стоять на часах. Ниман Тянь, два часа уборки территории в день. Продолжение следует... ...незапретные чувства к тебе. И я хочу знать, что ты теперь предпримешь. Джи Сюнь, это серьёзное обвинение. Не говори глупости. По-твоему, это ерунда? Она определённо в тебя влюбилась. Достаточно. У Цянь Гу невинна, и помыслы её чисты. Если не остановишься строить козни, я не посмотрю на нашу дружбу. Бай Цзихуа! Хватит уже лгать тебе. Эта девчонка каждый день проводит в твоём обществе. Учится у тебя. Думаешь, она смогла бы устоять перед такими чувствами? Если не веришь мне, сам в этом убедись. Воды чертога без участия дадут тебе ответ. Прекрасно, Бай Цзихуа. Я строю тебе козни. Она влюбилась. Как ты можешь не замечать этого факта? Или притворяешься слепым? Ты сам сказал, что нет ничего важнее клана и выбранного тобой пути. Так ты решил мне это доказать? Бессмертная дева? Хватингу умеет манипулировать людьми. Даже Цзихуа поверил ей и взял её в ученицы. С сегодняшнего дня ты должна всё узнать. О её прошлом, настоящем, близких ей людях ты должна проверить абсолютно всех. Её цели не имеют значения. Чего бы она ни добивалась, я не позволю ей победить. Да. Похоже, я правда влюбилась в учителя. Что делать? Что делать? Что делать? Что мне делать? Цветок! Цветок! Бессмертная Цзэсюнь сказала наставнику, что ты в него влюбилась, и тебя нужно за это наказать. Я сразу прибежала. Что? Бессмертная Цзэсюнь сказала об этом учителю? Цветочек! Так ты... Правда влюбилась в благородного наставника? Не переживай, он в это даже не поверит. Но... Как ты вообще могла в него влюбиться? Да кто вообще на него посмотрит? Танбао, ты должна мне помочь. Не учитель, не кто-либо другой не должны знать об этом. Не волнуйся. Но... Как ты скрыла это от старшего брата Шии? Я использовала для этого всю свою энергию. Но учителю мне точно не обмануть. И это... Воды чертога без участия. Здесь не поможет обычная мась. Цветок! Я помогу найти мась? Танбао! Танбао! Старший брат Шии! Танбао? Что случилось? Я увидела, как ребята входили в пруд трёх перерождений и тоже захотела. И я... Я не думала, что будет так больно. Хорошо. Подожди. Это поможет исцелить раны от ввод пруда трёх перерождений. Но действует это лишь поверхностно. Спасеньки! Эй, Танбао! Всё отлично, вот сейчас же использую. Подожди. Прус трёх перерождений? Не может быть. Она влюбилась? Кого? Может, в меня? Цветок! Теперь не жалей своих сил и постарайся скрыть это от наставника. Танбао, спасибо. В правилах говорится, что пруд трёх перерождений — это и наказание, и проверка. После испытания нельзя лечить раны. Как ты смогла выбросить это у старшего брата Шии? Ну... Рыдание и всё такое... У него не осталось выбора. Цяньго, погули я войти. Но мы... Учитель! Заходите! Хорошо. Благородный наставник! Сегодня все снова входили в пруд трёх перерождений. Слышал, ты успешно прошла. Да. К счастью, у меня получилось. Раз ты вернулась, снова принимайся за учёбу. Да, учитель. Ложись пораньше. Да. Учитель. Учитель. Ты искала меня? Я сделала десерт из персиковых цветков. Хотела, чтобы ты попробовала. Входи. Учитель, попробуй. Дай мне руку. Сяньго, я знаю. Ты всё ещё очень молода. Тебе сложно отсеивать такие чувства. Поэтому твоё сердце сейчас открыто, и это нормально. Однако, от них нужно избавляться, а не пытаться спрятать. Учитель, накажи меня. Я знала, что не буду в силах скрывать это. Но я боялась разозлить тебя. Поэтому прости меня. Ты правда влюбилась? Я понимаю. Понимаю, что не должна была. Я не должна была. Влюбляться в Дон Фана. Ученик должен посвящать себя лишь обучению. Накажи меня, учитель. Дон Фан Юй Цин. Цяньго. Ты уже осознала свои ошибки. Я не виню тебя. Но в качестве наказания будешь считать заклинание, очищающее разум по сто раз в день. Да, учитель. Я пойду. Ну как прошло? Не заметил? Как тебя вел? Я не смогла его обмануть. И что теперь делать? Он тебя выгонит, верно? У меня правда не было выбора. Пришлось сказать учителю, что я влюблена... Ну... В Дон Фана. Я думала, что живой оттуда не выйду, хватит. Хорошо, что ты выкрутилась. Но и неплохо было бы быть это правдой. Надеюсь, когда Дон Фан об этом узнает, он не станет на меня слишком сильно злиться. Не переживай, папочка будет рад. Но как бы там ни было, учитель прав. Если чувства уже пустили корни, нужно от них избавляться, а не пытаться скрыть. Поэтому с сегодняшнего дня я начну очищаться от запретного. Я должна пройти пруд трех перерождений. Цветок, что ты делаешь? Учитель сказал каждый день читать заклинания, очищающие разум. И мне стоит начать избегать встреч с ним и разговоров. Так у меня получится. Но если чувства уже появились, разве можно так от них легко избавиться? Цветочек! Когда будет ужин? Умираю как есть, хочется. Я решила. Нужно держать с учителем дистанцию, поэтому больше никаких совместных ужинов. Но ведь мы и без него можем поесть, как можно. Если он узнает, что мы ели без него, он ужасно разозлится. Ну и что, теперь вообще не есть? Ценьго. Благородный наставник, учитель. Ничего. Я просто хотел проверить твое состояние. Мне уже лучше. Учитель, сегодня я бы хотела отдохнуть, поэтому я не буду готовить. Ничего ведь? Конечно. Отдохни. Субтитры создавал DimaTorzok Прошу. Да. Дон Фан! Цветочек? Дон Фан, это правда ты? Да. Как ты нашел время навестить меня? Ужел неподалеку по делам. Решил зайти к тебе по дороге. А что, не рада? Как я могу быть не рада? Я так и не поблагодарила тебя за битву на горе Тайбай. Ты должен дать мне шанс это исправить. Останься. И просить не могу о большем. Хорошо, тогда ты пока устройся, а я схожу к учителю. Хочу провести эти пару дней здесь, с тобой. Было бы отлично. Учитель, ты здесь? Я медитирую. Здесь. Дон Фан приехал. Я бы хотела провести несколько дней внизу. Можно? Конечно. Спасибо, учитель. Тогда я не буду тебе мешать и пойду. Знал бы, отец, что я здесь ведра таскаю. Камня на камне бы не оставил. Камень жизни Хуа Цяньгу. Камень жизни Хуа Цяньгу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok